Создавалась эта монополия Поэтапно Первый этап это когда был в 1991 году Создан госкомитет Пищевой и перерабатывающей промышленности Тогда Значит Он как бы курировал вопрос Алкогольной промышленности и все вопросы И беды которые возникали в этом комитете Решались комитетом И тогда в 1993 году В декабре 1993 года После того как премьером стал Галинин Данилович Кучев И получил полномочие Верховного совета по Подписанию декретов Тогда в декабре По памяти до 6 декабря Или 5 декабря 2003 года Было Мною был подготовлен декрет О государственном регулировании Производства алкоголя и табака Он там буквально был из 4 пунктов Один из которых запрещал Сдачу в аренду государственных предприятий Спиртовой и ликюроводочной промышленности Потом уже он просуществовал один год То есть до декабря 2004 года Потом я готовил закон О госрегулировании производства алкоголя и табака И он был принят в декабре 2005 года Но закон уже достаточно пространственный И покрывающий очень много затрат То есть очень много всех нюансов Но до закона я уже упустил И вообще до декрета Я упустил то, что сначала Госкомитет занимался И не было людей, которые бы выдавали лицензии Или же осуществляли контроль за деятельностью И в 1996 году Премьер-министр на тот момент Павел Иванович Лазаренко В июне вызвал меня к себе И сказал, что вот он хочет Упорядочить рынок алкоголя Я говорю, ну а что вы хотите? Я хочу ввести монополию Я говорю, что вы знаете Закон о монополии я готов, я его подготовил Но я могу сейчас поехать и привести Но он ничего не даст Потому что сегодня ситуация не та Скажите, что вы хотите? Ну перекрыть немедленно каналы все И тогда я написал Ну дайте мне подумать Я вышел полчаса Подумал Пришел, написал им 18 пунктов Что надо сделать в первую очередь И первым пунктом это было Запрет переработки сырья На табальских условиях А спиртонаводку Он сказал, что хорошо Завтра в 17 часов совещание Я приглашу всех причастных министров Значит ты приходи Я пришел Тогда еще была Государственная налоговая инспекция А не администрация Вот дворой взял Ильин И ошибка я был первым замом И оно состоялось В кабинете у Лазаренко состоялось Это первое совещание Тогда я сказал Что вот главная, самая главная проблема Это даватьский спирт Значит на что Пустоводинку Попытался возразить Он тогда был министром Кабинетным министром Но Лазаренко сказал Нет, он прав И значит Сразу определились Какие постановления Постановления надо приготовить Чтобы поэтапно Отрезать дырки Законодательства Тогда было принято решение В том числе И о введении марки Акцизного сбора Приближении введения Потому что по закону Оно уже было прописано Но только со следующего года А его ввели с 1 сентября Значит 96-го года Вот И тогда же было принято решение И о запрете переработки Сырьяно-спирт Спиртонаводку И Значит Когда мы У нас была Скажем так Дискуссия по этому вопросу Я сказал Что вообще в стране Никто не контролирует Производство И тогда Он мне поручил Создать Написать постановление Я его написал Вот оно называется Про досконодательное управление Петприемства Спиртовой Толикогречальной промышленности 29-го года 96-го года Номер 702 То есть Создал концерн Укспирт Там еще интересная была политика Или Такое Значит Он сказал Что надо создать Госкомитет Спиртовой промышленности Я пошел К Николаю Федоровичу Солюбону Он на тот момент Был Первым замом Министра Комитета министров А до этого Он был начальником Юридического управления Комитета министров И говорю Ну вот Как мы можем создать Госкомитет Ну я совершенно не можем Да Не можем Отмели Тогда Значит Лазаренко сказал Тогда создайте комитет Но опять я говорю Ну какой комитет Состави госкомитет Не может такого быть Отмели И вот В конечном итоге Мы пришли с Солюбоном Потому что Надо создать Значит Государственный концерт Хотя он не вписывался И на сегодняшний день В принципе Не вписывался Не в одно законодательство Потому что У нас есть закон О предприятиях И есть закон о товариществах Это не предприятие И не товарищество А значит Потом мы уже Когда писали положение О концернном спирте То написали его Фактически Руководство Законом о предприятии И типовым уставом Государственного предприятия Вот значит Тогда Когда мы создавали Концернный спирт Тогда я и выговорил У Базаренко Что мне надо Значит Люди Которые бы занимались Этим вопросом И тогда Вот последним пунктом Я дописал Узвеску затворения В структуре Центрального аппарата Державного комитета Похарчевить промышленность И управление Контролю за выражением Спирта и атыловой И лекарственных выработок Сбежит и граничную численность Противников аппарата На 18 и 12 И вот таки Сначала Записано было 18 А реально получилось Нам дали 9 человек И вот эти люди Начали заниматься Лицензированием И контролем За производством Алкоголя и ТБК А я как замперед Госкомитета Пищевой промышленности Курировал этот вопрос И естественно Ими занимался И уже Вот На то время Когда лазеринку Сказали закрыть Все двери Теперь я уже возвращаюсь Что мы начали Помимо того Что запретили Переработку спирта Мы ввели Пункты пропуска Скачать границу Алкоголя и спирта Вот Установили нормы Воза Вывоза И вообще Было подготовлено Порядка шести Сиссии Постановлений Которые регулируют Рынок алкоголя И табака Значит Ну и потом Было прописано Я неправильно Сказал В 1995 В смысле Декабре 1995 Года Был Тогда и написан Проект закона Про даже Энерголивание В равнице Алкоголитетюнов И вот он До сих пор Этот закон Работает С значительными Дополнениями Изменениями Но Можно с гордостью Сказать Что тот закон Который Основа была заложена Он есть И работает И плюс После того Еще Значит 1998 год Это создание Госкомитета По монополии Значит Опять же Я уже Создавал я его сам Я сам Просто Обдумывал Это все Забрал Ну в проекте закона Забрал все функции Министерств Ведомств Всеми Министерств Забрал функции В этот Госкомитет По монополии И в принципе Задумывал Действительно Создать Государственную монополию Потому что Сегодня у нас Нет государственной монополии У нас есть Элементы Государственного Регулирования Производства И кто бы ни говорил Что у нас есть монополия У нас ее нет А закон о госрегулировании Мы написали Это уже Успех Потому что В принципе Это был первый закон Такой Который регулировал Отрасневую Скажем так Отрасневой вопрос Я Я выдумал Придумал себе Как я напишу Представлял Четко Что Мы создадим Госмонополию И Написал проект Указа Президента Который Предусматривал Как раз Первое Это создание Вернее не так Указ назывался По созданию Госкомитета По монополию А потом Предпроследний Пункт Был о том Что в течение Трех месяцев Подходит проект Закон О монополии Когда Это было написано И попало Президенту Президент Тут же написал Резолюцию Премьер-министру В трех дневных срок Подготовить Проект Указа На тот момент Прилучим Вице-премьером Был Тегипко Он собрал нас В пятницу В 16 часов вечера Вот как всегда Время, которое Не любят чиновники И Значит Сказал Что Вот он уезжает Завтра в Америку Поэтому Вот Жихарев Я доложил Суть Вот я Жихарев Значит Он раздал вам Проект Закон Указа Если есть У кого Какие замечания Значит Пожалуйста Завтра В 10 часов Утром Приходите сюда В мой кабинет И готовьте Ну В принципе Всем министерства Ведомства Высказались Не было предложений За исключением Асыки Который Значит С которыми Я То есть Тоже работал И Он высказал Замечания Я их тут же учел В указе За субботу Я отработал С элит-редакторами И юристами Кабинета министров И за понедельник Я завизировал Всех министров И последнее Это было В 8 вечера В Дыркача Я получил Даже в 7.15 В 19.15 Я получил Визу Дыркача Как представитель Служб безопасности Украины И принес в Кабмин И отдал его Первый лице-премьер Министру Голубченко Анатолий Круг А он говорит Ну я не отпишусь Сейчас я должен Переглядеть с премьером Премьер был На отдыхе В Крыму Потом Этот вопрос Начал В Кабмине Перетираться Потому что Фактически Никто не ожидал Этого Никто не знал Я тихонько Сам написал Все это сделал Ну и тут Не обсуждался В Кабмине Поэтому я оказался Как бы Первое Что такой указ Появился Непонятно откуда А второе Что когда начали Уже вопрос Что шел до назначения То первое Это Гадюцкий Павел Иванович Поменял Саму заглавие Суть не менял А заглавие написал О создании Гост-монополии На производство Алкали-Табака Но Весь указ Речь шла О госкомитете А в конце Я говорил Трехмесячный срок Создать Подготовить Трек закон И тут же Гадюцкий Со мной Обсуждал Вопрос Как ты считаешь Кого назначить Премьером То есть Так грубо Но правильно Как бы меня Воведывало Извините Не премьером Кого назначить Представитель Роскомитета У меня Воведывало Что это ваш вопрос В принципе Вы его решаете Не секрет Я писал Я писал Так чтобы Его возглавить Потому что В принципе Я знаю эту работу И рассчитывал Что я возглавлю Но разве Я его не возглавил А не возглавил Потому что Я в принципе Не человек Команды Готовим На тот момент Я ни корним Ни вторым Не был вхож И работал Самостоятельно И дошел До дожди Зампреда Комитета Пищевой промышленности С бухгалтера Начиная Даже не бухгалтера Начиная С учетчика Крисковского Спиртового Золу Но нет Не было у меня Так сказать Людей Которые бы меня Тянули Я сам дошел Вот И поэтому Так получилось Что Выбрали Гончарука Но к сожалению Эта команда Которая пришла Они Просто в этом Вопросе Не были готовы И я Может это Звучит Со стороны С точки зрения Государственного Несколько Кочувственно Но я говорю Юра Какой ты молодец Что ты не рассказал Гайдуцкому Что такое Моноколь Вот они За три года Угробили все Их выгнали Ликвидировали Комитет И в принципе На сегодняшний день Опять же Монополии Как таковой Государственной Нет Но Вы понимаете Вот я Госслужащий И в принципе Был Представителем Госдепартамента Продовольствия За что Меня благополучно Снял Янукович Вот Винил Мне Значит Основную причину Что Пошел Рост На хлеб Из-за того Что не было Зерна Но я за зерна Не отвечал Поскольку я До хлеба Украины Не выходил В нашу структуру Я себе Тогда Когда ушел Задал вопрос Вот что я Как госслужащий Сделал Жизнь Такое же Чем бы я мог Гордиться И я отвечаю Себе Что я Создал Монополию Вернее Элементы Госрегулирования Производства Я подготовил Законодательную Базу И нормативную Базу Я провел Первый аукцион По продаже Сахара Сырца Который Раньше Как я сказал На кабине Когда меня снимали Я сказал Раньше Мы впервые Не разложили Деньги По карману Мы провели Аукцион Первый аукцион Дал государству 14,5 миллионов евро Второй Дал 12,5 миллионов евро То есть 27 миллионов евро Только потому Что мы написали Положение В Сахар Сарец Который Вводится Украину Покупается Квота На ввоз И с эту квоту Платится 100 евро Вернее На аукционе Кто купил Квоту Но не менее 100 евро Я создал Лоскомитет По монополию И хотел бы Еще увидеть Того человека Одного Который сам Без своего Министерства Ведомства Создал Госкомитет То есть Центральный орган Вспомнительной власти На тот момент Вот я считаю Что как госслужащий Я себя уважаю Как госслужащий А от того Что не уважают меня Не хотят воспользоваться Моими знаниями И опытом Ну тогда И я же не пойду Им ничего делать Правда И в принципе Я никого не нужна Я скажу Что было два премьера Которые интересовались Этой отраслью В смысле И монополией Те которые по-настоящему И интересовались Это Лазаренко И Загильский Значит Лазаренко В плане Вот этого В смысле Законтательского А Загильский Интересовался Работой Каждый день У меня был случай Когда я Четыре месяца Каждый день На десять утра Приходил Загильскому И докладывал Сколько За прошлый За предыдущий день Продано Водки И сколько акциз Поступил В бюджет И плюс еще Значит Мы тоже Готовили Нормативные документы При него Ну и вот Я говорю Что эти два человека Которые Интересовались спиртом Все остальные В силу своей Загрузки Ну и просто Не до этого Может скорее всего Да Но не знаю Как это объяснить Что эти люди Или понимали Все-таки Что там Достаточно Большие доходы Государства Теряются Но эти два человека Действительно Им занимаются